В заявлении с мольбой спасти стадион, который находится в собственности железной дороги и сегодня практически разрушается, ветераны и любители спорта пишут десятками. Один из неравнодушных муромлян, Виталий Кармышев, не скрывает своих эмоций. После указа президента о развитии детско-юношеского спорта на стадионе были сокращены все тренера. Здесь вообще никого не осталось. Вот вы видите, охрана и директор или директорша. Чтобы своими глазами увидеть состояние стадиона, а также то, что осталось от богатой материально-технической базы и пункта проката спортинвентаря, пытаемся попасть внутрь, но сделать это невозможно. Ну вот мы обошли стадион со всех сторон. Как видно, картина здесь не меняется. Здесь тоже висят замки. Попасть на стадион невозможно. И остается только догадываться, в каком состоянии сейчас трибуны, беговые дорожки, тренажерные залы, в которых когда-то тренировались наши спортсмены, и кубки, которые завоевывали наши муромцы. Чтобы найти ответы на эти вопросы, ищем хоть кого-то из руководства, но натыкаемся на бдительную охрану. Мы интересуемся историей стадиона. Можно посмотреть? Сейчас уже нет. А почему? Он законсервирован. А по какой причине? Потому что он выставляется на торги, продается. Лучше вам обратиться к руководству железной дороги, дирекции социальной сферы Нижний Новгород или к начальнику отделения дороги к Морозу. Что это за консервация и кому хотят продать стадион? За разъяснением обращаемся к заместителю начальника Горьковской железной дороги, а по совместительству депутату законодательного собрания Владимирской области Александру Морозову, который отказался от встречи и, похоже, не очень рад нашему звонку. Этот объект законсервирован. А законсервирован в связи с тем, что он выставлен на торги, да? Нет, он на торги еще пока не выставлен. Сейчас происходит оценка, в дальнейшем будет выставлен на торги. А вообще правда, что вот его, говорят, даже отключили от тепла сейчас, свет? Законсервированный объект отключается от тепла, водоснабжения и от света в последствии. Стадион рабочего клуба имени Ленина, построенный муромскими железнодорожниками в 1922 году, принимал футболистов из Норвегии, Швейцарии и Германии. Сейчас стадион, отключенный по решению железной дороги от коммуникаций, вряд ли переживет зиму. Будет ли восстановлен стадион и передан городу или продан в ближайшее время с молотка, теперь полностью зависит от собственника. Хочется верить, что в углову угла одно из богатейших государственных предприятий российские железные дороги и депутат законодательного собрания Морозов все же поставят не получение прибыли, а интересы муромских любителей спорта. Екатерина Задовская, Николай Молоденов, Новости, 24 Муром.